15 октября 2021 года стартует Всероссийская перепись населения. Впервые в истории страны любой ее житель сможет переписаться самостоятельно, в интернете. Все, что для этого нужно, стандартная или подтвержденная запись на портале Госуслуг. Как принять участие в переписи, не выходя из дома, смотрите в нашем видео. Первое и очевидное. Нужно авторизоваться и нажать на значок «Участие в переписи населения» на главной странице портала. И вот перед нами переписной лист. Здесь есть поля, в которые нужно внести ответы. Есть пояснения, какие именно. И есть развернутые подсказки. Они открываются при нажатии на иконку со знаком вопроса. В первом вопросе необходимо ввести адрес вашего фактического проживания. Он может не совпадать с местом вашей прописки или временной регистрации. Например, если вы живете у родственников или на съемной квартире. Необходимо последовательно заполнить все поля, выбирая значения из списка. Если номера дома или квартиры нет в списке, их можно ввести вручную. Каждая последующая строка доступна только после заполнения предыдущей. Во втором вопросе необходимо указать, сколько человек проживает в домохозяйстве по указанному адресу. Домохозяйство – это люди, проживающие в одном помещении и ведущие общее хозяйство, то есть частично или полностью объединяющие средства на его содержание. Избежать ошибок позволяет встроенный в переписной лист логический контроль вводимой информации. Дальнейшая последовательность вопросов формируется автоматически и зависит от количества указанных членов домохозяйства. Как это выглядит? Например, в домохозяйстве проживает три человека – муж, жена и ребенок. На каждого из них при нажатии на кнопку «Добавить проживающего» формируется свой набор дополнительных вопросов. Они нужны для уточнения, где человеку надо переписываться. По нажатию кнопки «Продолжить» переходим к вопросам о каждом проживающем. В третьем вопросе нужно обозначить родственные связи. Владелец учетной записи автоматически получает статус «Записан первым». Для остальных проживающих он должен указать, кем они ему приходятся. Вариант ответа можно выбирать из выпадающего меню. Для владельца учетной записи часть сведений может быть предзаполнена из профиля госуслуг. Например, пол, возраст, гражданство. Большинство пунктов заполняется либо отметкой в определенном поле, либо выбором значения из списка. Справа на экране отображается прогресс заполнения переписных листов в процентах. Под ним есть ссылка, по которой можно связаться со службой поддержки. На что еще следует обратить внимание? В блоке вопросов о национальной принадлежности и языке ответы нужно вписать самостоятельно и без сокращений. Никаких подсказок система предлагать не будет, чтобы в полной мере соблюсти конституционную. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...